Всех их мы найдем. Как умер каждый погибший? Проверим. Президент Назарбаев не держит слова. Его громкие обещания – пустые слова. Об этом сегодня заявили представители организации Amnesty International. В своем докладе «Возвращение к пыткам», название которого говорит само за себя, они представили полную картину силового беспредела в Казахстане. Здесь и издевательство над заключенными, и выбивание показаний. Ключевой момент – призыв поставить на конец точку. В кровавом деле жена Узена. Есть различия между цифрой, которую дает официальная прокуратура, то есть 130 задержанных за участие в массовых беспорядках с применением жестокости. Это контрастирует с теми цифрами, которые поступают из других источников. По их данным задержано более 700 человек. Власти Казахстана вряд ли согласятся с международной организацией. По отчетам, события в Жана Узене тщательно расследовали. А тех, кто стрелял в демонстрантов, наказали. За решеткой оказались пять офицеров полиции. Те же, кто расстреливал безоружных людей, от наказания ушли. Следует из отчета Amnesty International. Правозащитники следят и за судьбами тех, кто оказался в тюрьме якобы за разжигание социальной розни. По их мнению, правосудие в Жана Узене разыграли. Так, Роза Тулетаева получила пять лет. На суде она рассказывала, как ее душили, подвешивали за волосы и подвергали сексуальному унижению. Те, кто пытал в декабре 2011 Базарбая Кинжибаева, также на свободе. Он скончался через два дня после освобождения из ИВС. Лишь один из полицейских был осужден. Генералы продолжают отрицать факты пыток. Специально никто такой приказ в такой обстановке не отдавал. Каждый полицейский принимал решение. Мы разочарованы тем фактом, что власти, в частности представители прокуратуры и МВД, ссылались на факты применения пыток, как отдельные изолированные случаи, нежели как явление, которое носит широкомасштабный характер. Все имена, фамилии и факты насилия Amnesty International опубликовала в отчете. Наряду с пересмотром дел нефтяников, правозащитники призывают полностью уйти от практики издевательства над заключенными. Яркий пример – Арон Атабек, который два с половиной года провел в одиночной камере в тяжелейших условиях. В 2010 году казахстанские власти заявили ООН, что не успокоятся до тех пор, пока все случаи пыток не будут полностью искоренены. Однако, пока это лишь пустой звук. В очередной раз отчет Amnesty International – это попытка достучаться до высшего политического руководства. Все заверения властей Казахстана правозащитная организация называет не иначе, как попыткой успокоить собственный народ и иностранных наблюдателей. Пытать и убивать в Казахстане не перестали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова